МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что им теперь обещают у Альбины Минебаевой? Платить или не платить? Я не пользуюсь. И все равно мне вставляют. Как вывоз твердых бытовых отходов довел до Конституционного суда? Узнал Дмитрий Айренин. Все на кубок. Сделано из 18-кратного золота. Екатеринбург, Самара, Татарстан. Как в Казани на кубок мира ходят. Об этом Рамиль Шайдулин. Впервые на кожаном мяче оказался мяч золотой. Все здоровы теперь. Заменитость. Как любимая игра позволила простым ребятам из Мамадыша оказаться в Чикаго, узнавал Сергей Хайдаров. Рустам Мениханов призвал автопроизводителей Китая плотнее сотрудничать с Татарстаном и открыть свои производства в нашей республике. Сегодня второй день рабочего визита президента Татарстана в Поднебесную. Бизнес-встречи, осмотр промплощадок и знакомства с роботами прошли в провинции Фудзянь. Какие футуристические разработки могут войти в нашу реальность, увидела Елена Веселова. Внутри еще есть обороты, чтобы обнаружить сигнал. Такие роботы и еще целый арсенал цифровых устройств служат китайским криминалистам. Разработки показали Рустаму Мениханову. Президент Татарстана, отметив, что в России такая продукция тоже нужна, пригласил производителей в республику, а заодно подумать и о совместных проектах. Это локализация и производство России автопроизводителей. Приглашение приехать и разместить у нас свое дело получили и машиностроители Китая. Рустам Мениханов познакомился с работой крупнейших компаний этой страны, выпускающих автобусы, погрузчики и экскаваторы. Местом работы для жителей Поднебесной в Татарстане могут стать Алабуга и набережные Челны. С учетом того, что вы с каждым годом расширяетесь, Россия очень емкий. Все-таки вам надо подумать о локализации вашего производства в России. Для этого мы считаем, что прекрасными условиями мы можем создать вам в республике Татарстан. Все направления сотрудничества Татарстана и китайской провинции Фудзянь обсудили на бизнес-форуме. Особенно нашу делегацию заинтересовала организация работы местной особой экономической зони Сямынь. Также татарстанцы получили приглашение снова приехать в Китай уже на ежегодную международную ярмарку, которая пройдет осенью. Это прекрасная возможность также для регионов России, для республики Татарстан, иметь наши межрегиональные связи. Сам факт роста товарооборота между Россией и Китаем на 30% подтверждает это. Татарстан уже сотрудничает с четырьмя провинциями Китая. Сейчас наметилось и еще четыре соглашения, в том числе и с провинцией Фудзянь. Отметим, что она одна из самых развитых по валовому продукту десятая в Китае. На встрече с мэром города Семынь Рустам Миниханов поблагодарил принимающую сторону за организацию этого визита и пожелал, чтобы бизнесмены наших стран нашли общее для сотрудничества. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, ТНВ, Китай. К другим темам. Своё они уже отшили. Обувная компания «Спартак» объявлена банкротом, а работников отправили в долгосрочный отпуск. При этом, по словам сотрудников, им должны были выплачивать две трети от заработной платы. Но с марта на их счет даже копейка не упала. Сегодня бывшие швеи собрались возле фабрики. На их вопросы уже отвечал конкурсный управляющий, а не руководство. Альбина Минибаева выслушала стороны. Уже ничего не сделаешь. Это не вопрос, там отдал жизнь. Очень жаль, реально очень жаль. Я вас всех понимаю. «Спартак» не устоял. А работникам теперь дают один совет – искать новую работу. Казанская обувная фабрика банкрот с 28 апреля. Это решение арбитражного суда. С 18 марта работники отправлены в административный отпуск. Выгнали все предприятие, грубо говоря, на две трети. Тридцатого аванса должно было быть. Аванса нет. Пятнадцатого зарплату. То, что вот сидели. Зарплату две трети должны были выплатить. До сих пор ничего нет. И у нас даже элементарно, даже нет расчетных листов, чтобы мы могли узнать, сколько нам предприятие должно вообще. Сегодня к работникам вышел представитель конкурсного управляющего. По его словам, «Спартак» задолжал им примерно полтора миллиона рублей. Руководство компании сейчас держится в стороне. Должностные обязанности выполняете вообще? Я в простой. Только нас увольняют, увольняют по статье. Почему в статье-то? Мы подписывали. Еще раз, по статье никого не увольняют. Вопросов и сомнений у швей достаточно, по словам работников. В неделю отшивали не меньше четырех тысяч пар обуви. О закрытии производства даже в кулуарах не говорили. Людей давали, да, ведь из сухов брали? Да, да, да. Вдобавок. На час оставались, работали даже. На час оставались. Прогнать все, прогнать. И чтобы только был план. И куда все это девалось? Прогнать все это, да. Пускай до копейки отдадут. Я же не два дня здесь работаю, правильно? Да. И как акционер. Надеюсь, что нам передадут документацию, которая связана с бухгалтерией, именно с оплатой труда расчетные документы. И со следующей недели мы сможем рассчитать, то есть выдать корешки, так называемые. И платежи по задолженности по заработной плате тоже начнутся с следующей недели. Сейчас в обувной фабрике работает лишь административный персонал. Около 500 человек в вынужденном отпуске и без зарплаты. Если ситуация не поменяется, то работники планируют обращаться уже в ведомство. При банкротстве все выплаты по заработной плате должны быть в приоритете. Юристы же советуют обратиться к управляющему в письменном виде. Обратиться к арбитражному управляющему с заявлением о включении их в реестр кредиторов второй очереди. Сегодня конкурсный управляющий издал новый приказ. Копии раздали работникам. Теперь с 30 мая фабрика временно приостановлена. Отдельные подразделения в простое. Альбина Менебаева, Андрес Энтальцев, ТНВ, Казань. Вывоз мусора довел до Конституционного суда республики. Сегодня здесь рассматривали жалобы жительницы села Русское Макулова Верхнеуслонского района. Женщина сочла, что нарушили ее права, навязывая заключение договора на вывоз ТВБО. К тому же заявительница усмотрела ряд нарушений в публикации документов. Исполком с такой позицией не согласен. О юридической неопределенности Дмитрий Аринин. У вас с начала до конца все ненормально. Неправильно ведете информацию. Все, что принимается органами местного управления, все ей не нравится. Такие прения и судебные тяжбы между жительницей села Русское Макулова Василибиной Амаровой и местными властями идут с 2015 года. Тогда женщине прислали счет на вывоз ТВБО. Как оказалось, она должна заключить договор на такие услуги. Но с этим Василибина Амарова не согласилась. Считая, что по законодательству граждане свободны в выборе заключать или нет подобные договоры. До этого как-то люди жили, куда-то же этот мусор делить, да? Вот. Я таким методом живу пока. Думаю, пока я свою правоту докажу, я не буду пользоваться. Я не пользуюсь. И все равно мне вставляют. И все равно я должна платить. Я должна договор заключать. К тому же, устав, регламентирующий такие правила, по мнению женщины, опубликован недоходчиво. В частности, нет версии на татарском языке. Районные власти с обвинениями не согласны. Как говорят, с людьми мусорный вопрос заранее обсудили на сходах. И документы опубликовали возможными им способами. Вот именно это обсуждался вопрос уже. Январь-февраль 2015 года на сходах граждан он обсуждался. В правилах благоустройства заложена такая норма, что граждане, юридические, юридические лица должны осуществлять, организовать именно сбор и вывоз твердых бухтовых отходов в соответствии с заключенными договорами на вывоз ТБО с специализированными организациями. По этому вопросу сегодня заслушали мнения специалистов и представителей различных органов государственной власти. Как отметили, в оформлении документов есть вопросы, а заключение договоров в некоторых случаях является обязательным. Обязанность собственных жилых домов по несению расходов на содержание и ремонт жилых домов, а также по оплате коммунальных услуг, в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности, установлены статьями 154 и 155 ЖК РФ. При этом плата за коммунальные услуги включает в себя, в том числе и плату за обращение с твердыми коммунальными расходами. На изучение всех доводов и документов по этому делу у Конституционного суда будет около месяца. Тогда и вынесут окончательное решение. Дмитрий Аринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Все пути ведут в шатер. Тысячи людей на площади Тысячелетия в Казани увидели Кубок Мира. Он находится здесь сегодня с полудня и до восьми вечера. Его хранят словно религвию в специальном закрытом шатре. Но попасть туда может каждый. Главный трофей Мундиала увидел и Рамиль Шайдулин. Дорога к Кубку начинается с футбола. В двух шагах от виновника торжества гости испытывают официальный мяч чемпионата черно-белый Телстар-18. Очень хорошее сцепление с поверхностью. И нас он очень устраивает. И вот этот дизайн, который дает отклик к 70-м годам. Интересно. Все самое интересное внутри огромного мяча, где ровно на два дня установили главную реликвию футбольного мира. Сотни и сотни людей стоят в очередях, только представляя, каков он в жизни. Мундиал сделал из 18-кратного золота. Он не принеселся. Как священный Грааль, Кубок Мира скрыт от прямых солнечных лучей в специальном затемненном шатре, который поделен на три равные зоны. Такую, такую и чуть дальше, чтобы сфотографироваться с ним могли все желающие. Я видел Кубок. Выложить фото с этой подписью сравнимо с селфи со звездой. За Кубком следили, начиная с Красноярска, откуда он отправился по всему миру. До Казани трофей объездил 51 страну и больше 90 городов. Четыре города на С, в которых он был, знаете? Самара, Саратов, Санкт-Петербург и Сочи. Саранск, нет? Самара, Саратов, Санкт-Петербург. Следующая в маршруте остановка Нижний Новгород. У казанцев и гостей столицы остаются сутки увидеть главное футбольное золото. Рамиль Шайдулин, Ришат Мухаметов, ТНВ, Казань. Именно Кубок чемпионата сегодня открывал и турнир «Кожаный мяч». На поле встретились более 200 школьных команд. Как любимая игра поможет татарстанским футболистам сыграть в США, узнавал Сергей Хайдаров. Возможно, кому-то могло показаться, что чемпионат мира по футболу в Казани уже стартовал. Но нет. Так ярко и масштабно начался городской этап «Кожаного мяча». Если первыми на поле вышли артисты, то следом на газон вынесли тот самый золотой Кубок чемпионата мира. Наверное, как раз Мировой Кубок и мотивировал игроков на такие моменты. Первыми на газон вышли госслужащие и ученики Мамадышской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. Они-то и сыграли «Унифайт» – матч от главного спонсора турнира. 1-0, 1-1, 1-2. Прострел, удар и гол! В итоге ничья 3-3. Красивый гол. Было не обидно пропускать пяточкой. Игрок один открылся, забил. Все было красиво. Ну а забил решающий гол как раз ученик Мамадышской школы-интерната. Они пятикратные чемпионы России по мини-футболу. А недавно турнир «Унифайт» исполнил их мечту. Команды были очень сильные. Удалось завоевать первое место и тем самым завоевать путевку в Чикаго на международные соревнования. Ты всем сказал уже, что поедет в Чикаго в Сибирь. Все? Ну а вот. Здесь Мамадыш знает. И пока на поле идет борьба, команды готовятся здесь, у кромки поля, и играют в игру «Оле». Самое главное правило, чтобы мяч не упал на землю. Давайте посмотрим, что получится. Только в Казани турнир «Кожный меч» собрал более 200 команд. И пока кто-то красиво обращался с мячом, другие делали с ним красивые фотографии. Восхищение. 6 килограмм золота. Не каждый день увидишь. Я все время хотела на матчи сходить. А тут еще и в Казани, и на стадионе близко с домом. Супер. Команда победителя отправится на республиканский отбор. Лучшие из них представят республику на всероссийском этапе кожного мяча. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Безопасный город, безопасные дороги и безопасное вождение – это тоже правило предстоящего Мундиаля. Сегодня водители скорой помощи приступили к специальной учебе в преддверии чемпионата. Сложности на дороге не должны помешать им добраться вовремя до пациентов. Какие ошибки совершают и как на них учатся, вождение в экстремальной обстановке увидела Алина Бережная. Заводит машину и полный вперед. Рустам Шарапов, водитель скорой со стажем, каждый день совершает до 20 вызовов. Узкие улицы, заторы на дорогах и некомпетентные водители. Так в дороге теряются драгоценные минуты. Стараемся по возможности ездить, чтобы соблюдать дистанцию, безопасное движение себе и окружающим. Экстренное торможение, крутой разворот и езда змейкой водители скорой учатся езде в экстремальной дорожной обстановке. По словам инспекторов ГИБДД, если бы медицинская помощь всегда приезжала вовремя, смертность на дорогах могла бы снизиться. От этих водителей зависит не только их жизнь, но и жизнь пациентов, которых они везут. А там в экстренных ситуациях зависит какие-то секунды, даже минуты, зависит жизнь людей, которых они перевозят. Сейчас в Казани зарегистрировано больше 500 тысяч автомобилей. Еще больше транспорта ожидается в дни футбольного мундиаля, что усложнит проезд скорых. И такой автотренинг продлится еще 4 дня. За это время экстремальному вождению научатся 320 водителей. Все, чтобы в дни футбольного мундиаля и после было больше спасенных жизней. Алина Бережная, Мирзалюшев, ТНВ, Казань. Мы еще вернемся к теме чемпионата, а пока о других новостях. Золотой запас России. Золото было вывезено из Казани в город Самару на теплоходах. Как из Казани исчезли тонны желтого металла. События прошлых лет восстанавливала Алина Бережная. Татарстанка на миллион. Футбол это моя жизнь, я каждый день живу им. Алсу Абдулина из Ознакаевского района в составе национальной команды страны. Как талант до сборной довел, расскажет Рамиль Шайдулин. 561 печатная СМИ, 91 телеканал, 105 радиоканалов и 193 электронных изданий сейчас успешно работают в республике. С Днем печати журналистов сегодня поздравил Фарид Мухамедшин. Честь государства, интересы общества, благополучие семьи и достоинство личности. Эти ценности всегда были и остаются в числе приоритетных в деятельности из татарстанских средств массовой информации, говорится в тексте поздравления. Самое громкое имя в журналистике, самая нерушимая верность и профессии, самый пристальный взгляд через объектив. Сегодня в пирамиде объявили имена победителей журналистского конкурса «Хрустальное перо». Церемония закончилась буквально несколько минут назад. Кто ушел с пером, узнала и расскажет Лена Зинатулина. Это день, когда журналисты республики откладывают в сторону ручки, диктофоны, блокноты. Ведь есть шанс взять в руки хрустальные перья. Сегодня награда в первой номинации за верность профессии досталась как раз сотруднице ТНВ, ведущей детской программы «Кучтянеч» Альфинур Хисамовой. Верность действительно внушительная. Стаж в 44 года. Моя мечта, чтобы остались добрые дела, добрые слова. Никогда не делали плохие дела. Лучшим в СМИ уже успели назвать журнал «Ялкын» и казанскую редакцию аргументов и фактов. В номинации «Имя в журналистике» победила ведущая программы «Точка опоры на ТНВ» Венера Айтова. Лучшим в номинации «Взгляд в объектив» стал оператор ТНВ Владимир Гурьянов. А в номинации «Признание» отметили первого президента Татарстана Ментимера Шаймеева. Совсем скоро объявят имя обладателя Гран-при, которому достанется автомобиль. Союз журналистов России 20 лет тому назад принял решение. Вы знаете, какая была ситуация и роль Татарстана. И руководители, которые во время были, как говорится, у власти, они решили присвоить, вручить тогда мне, в Москве, принародно такую же премию, она называлась «Серебряный мучник». Получив или получая, я тогда сказал, я считаю, что эту премию мне дали за победу над самим собой. За 21 год существования конкурса в нем приняли участие порядка 4 тысяч журналистов. Вручено 40 хрустальных перьев. И сегодня попасть в этот список претендовали еще 60 работников масс-медиа. Кому это точно удалось, расскажем в 21.30. Лина Синатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Кто украл золото? 100 лет, как гадают. Исполнился век, как из Казани украли золотой запас Российской империи. Что осталось от тех денег, показали на выставке в Нацбанке Татарстана. В экспозиции слитки золота, архивные фотографии и документы. Последние свидетели самого крупного золотого запаса в мире. Алина Бережная попыталась понять, в каком направлении исчезли деньги. Дорогой, ну как у нас идет строительство банка? Прекрасно, дорогая. Фундаменты залиты. Заказана даже меблировка помещений будущих. Мама, а мы что, будем жить здесь, в банке? Вот так реально и с полным погружением в историю, сегодня в Нацбанке рассказывают таинственную историю исчезновения золотого запаса Российской империи. 1911 год. Казанские банкиры переезжают в новое здание. Так начинается история казанского отделения банка. Здесь в хранилищах ценные бумаги, слитки золота. Работают банкиры сутками. Здесь же и живут в штаб-квартирах. Очередной слиток. Пожалуйста. Первая мировая война. Золото из Госбанка перевозится на хранение в Казань к 1918 году. Именно здесь половина всего золотого запаса Российской империи. В августе того же года Казань занимают белогвардейцы. 490 тонн золота украдено. Вместе с золотом белые вывозили и серебро. Среди слитков были и монеты. Одна из самых распространенных. Одна рублевая. С изображением профиля Николая Второго. Часть этого золота в дальнейшем, спустя месяц и годы, вернулась в Казань. Но определенный процент был утрачен. Поиски золота, что вывез из Казани Колчак, до сих пор продолжаются. Официальных версий у историков нет. А в каждой датарстанской деревне надеются, что клад адмирала спрятан где-то здесь, у них. Но пока от слитков лишь фотографии, что хранятся в архивах Национального банка. Лена Бережная, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И возвращаясь к главному спортивному событию этого лета. Ради чемпионата Камаловский театр продлевает сезон. Он будет работать до 6 июля. Смогут ли горячие испанцы и романтичные французы понять тонкую татарскую душу? В эксклюзивном интервью нашему каналу рассказал директор Камаловского театра. Ленфир Ильич Леонтович, благодаря каким спектаклям, каким постановкам вы будете погружать гостей чемпионата в атмосферу татарского театра? У нас в репертуаре имеются национальные драматургии классика, современные татарские драматургии, спектакли. Они очень интересные, они очень музыкальные. И в течение трех часов будем погружать нашего зрителя, гостей, футбола, который приезжает именно смотреть футбольные игры. Между этими играми мы будем показывать именно интересы классические, где зритель сможет, посетители смогут не только просто как спектакль посмотреть, но и увидят национальную художественную часть, национальную музыкальную часть. И менталитет услышат, увидят наши гости. Зрительный зал оборудован на два синхронных перевода. Это русский и английский язык. Тут же еще не только болельщики футбола приезжают. Приезжают к родственникам татары, которые живут за пределами Татарстана. И они тоже очень просят, звонят, пишут на электронную почту, хотели бы в летнее время. А как всегда, летом театры у нас уходят в отпуск. Да, и они не могут никак попасть. Поэтому для них тоже это очень интересно будет. Вы сказали, что подготовили какие-то сюрпризы для болельщиков. Да, для болельщиков мы в этом году сделали такую интересную акцию. У кого есть паспорт болельщика, им билеты будем предоставлять, продавать по 50% скидке. Возвращаясь к репертуару, вы сказали, что 11 спектаклей, если я не ошибаюсь. Почему именно выбрали вот эти постановки? Они более близки, они более понятны и они более интересны, содержательны, которые передают дух татарской национальности, татар. И они очень интересны и привлекательны. Чтобы и слишком нельзя перезагружать нашего зрителя, в то же время гостей. Но и в то же время какой-то послевкусие нужно оставлять, чтобы они вернулись к нам еще, когда будут посещать город Казань. Спасибо. Надеемся, что гости уедут с яркими впечатлениями из Казани. Конечно. Спасибо вам. Спасибо. Если звезды зажигаются, значит это кому-нибудь нужно. Настоящим открытием российского футбола стала Алсу Абдулина из Ознакаевского района. В свои 17 она играет за взрослую сборную Москвы и уже успела выступить в составе сборной страны. Как девушка из поселка Октябрьский достигла такого успеха, выяснял Рамиль Шайдулин. Второй тайм Алсу Абдулина остается на левом фланге. Ее команда уступила очко, но таких как она не меняют на запасных. Алсу сильнейший защитник московского клуба Чертанова. Как приехала сюда, это было 4 года назад, мой первый тренер решил нашел клуб. Благодаря ему я смогла попасть сюда. В составе клуба Алсу стала бронзовым призером чемпионата России, двумя годами ранее лучшим нападающим Москвы. Завидную карьеру девушки из Татарстана тренеры объясняют просто талантом, скромностью и усердием. Она трудолюбивый человек, она уже в своем возрасте выходила в старте национальной сборной. Ты говори, там много. В родном Октябрьске за Алсу теперь чаще следят по телевизору. Мама Розалия и брат Дамир, самый первый наставник, который и подружил сестренку со спортом. С собой водил, а когда на воротах будешь стоять, вот так он ее заинтересовал. Она и команду здесь во дворе собирала, как говорится, и играла она там. Мы с ней играли после тренировки, она нас раскатывала. Конкурентов просто не было. На местном поле еще помнит единственную на весь поселок футболиста девочку. Она приходила поиграть в дворовый футбол, но за нее сразу взялся тренер. Дал мяч, начала играть с мальчиками своего года, 2001 года. Вот с этого момента она и потихоньку-потихоньку втягивалась. Уже скоро первая победа в республиканском конкурсе. Через год титул лучшего игрока всероссийского первенства. Девушка признается, никогда не играла ради наград. Футбол это моя жизнь, я каждый день живу им. И он меня делает счастливым. Ставка снова на Алсу. Только с ее обороной клуб может выстоять против Рязани. Как и годом ранее, когда на первом матче Абдулина из-за клуб, Чертанова победила со счетом 2-1. Рамиль Шайдулин, Фуат Гассин, Дина Газалива, Александр Ярошов, Булат Шефигулин, ТНВ, Москва, Ознакаевский район. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. До встречи в 21.30. Добрый вечер. Новости спорт на ТНВ в студии Алмаз Гафиатов. Сборная России по хоккею покидает чемпионат мира. Наша дружина уступила национальной команде Канады в четверть финале турнира. Первыми шайбу забросили канадцы, но Россия не упускала соперников вперед. Каждый раз сравнивая результат. Так продолжалось вплоть до третьего периода. Основное время матча завершилось в ничью 4-4. Исход встречи в дополнительное время на 65-й минуте решил Райан О'Райли. Впервые с 2013 года Россия осталась без наград мирового чемпионата. А сборная Канады встретится в полуфинале первенства с победителем встречи Финляндия-Швейцария. Мы бились друг за друга. Вне зависимости, как матч спадывался, мы выходили и навязывали свою игру в сборной Канаде. Игра была равная, но по вертайме они забили. А в центре бадминтона стартовал Всероссийский турнир первенства Национальной Федерации России среди игроков до 11 лет. В соревнованиях принимают участие более 100 спортсменов из 25 регионов страны. Игры проходят в единой возрастной группе в одиночном, парном и смешанном разрядах. Команду Татарстана на соревнованиях представляют спортсмены Казани, Набережно-Челнов, Алексеевского, Сабинского и Муслюмовского районов. Финалы чемпионата запланированы на завтра. Это самый юный возраст в бадминтоне. В стране у нас таких соревнований до сегодняшнего дня практически были одни, только раз в год. Но в этом году мы с тренерами уже как-то посовещали, что уровень ребят у нас в стране уже очень высокий. И в завершении к новостям борьбы в Дагестане откроется региональная федерация татарской борьбы Крэш. На международном турнире по вольной борьбе о памяти пятикратного чемпиона мира Али Алиева, который проходил в Каспийске, состоялась презентация нашего вида. Мемориал Алиева считается одним из престижных состязаний, проходящих в Дагестане и проводится уже в 49-й раз. В этом году в соревнованиях приняли участие 150 борцов из 12 стран мира. Борцы из республики Татарстан презентовали национальную борьбу Крэш. Теперь этим видом спорта можно будет заниматься и в Дагестане. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте. В Татарстане сохраняется теплая погода, местами наблюдаются осадки. Подробнее о погоде после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой и по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево пройдут дожди. Столбики термометров покажут 27 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также с дождем и плюс 26. На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске переменная облачность. Местами пройдет дождь и 24 градуса тепла. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе временами с дождем, синоптики обещают 26 градусов выше нуля. На юго-западе, в Болгаре, Буинске и Држаном временами также пройдут дожди и плюс 25. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь, будет очень тепло, плюс 27. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Местами также будут наблюдаться осадки. Спонсор показа ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производят продажи тракторов К-700, К-701, а также запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переверут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» легендарному трактору «Вторую жизнь». В России привыкли, что настоящее лечение возможно только за пределами нашей страны. Специалисты доктора ООО с этим не согласны. Сейчас самые сложные заболевания можно лечить и на родине. За время работы наших центров более 10 тысяч человек избавилось от операции. Более 20 тысяч человек мы избавили от боли. Приходите к нам, убедитесь, что вернуться к полноценной жизни – это просто. В Казани открылся Центр лечения заболеваний позвоночника и суставов клиника «Доктор ОООО» на Ямашево, 11. Не терпите боль. Вернуться к полноценной жизни – это просто. О погоде в столице. В Казани ожидается переменная облачность временами с дождем. Температура воздуха плюс 24, плюс 26. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 55%. Ожидается слабая магнитная буря. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Субтитры создавал DimaTorzok